Call of Duty Modern Warfare Mobile Новая игра от охренеть какой известной компании Activision Многие, я думаю, вы знаете, что эта компания выпускает давно уже на рынок свои игры Call of Duty Разные серии, разные типа сюжеты, типа в разных временах и так далее Эта игра в принципе пользуется достаточно большой популярностью на ПК Что же про мобильную версию могу сказать? Мобильная версия появилась совсем недавно Но уже успела завоевать определенное количество своих фанатов Возможно, это как раз таки фанаты, которые с компа перешли на мобилку играть Типа, мол, вы теперь можете играть в любом месте 5 на 5, королевская битва, снайперская дуэль Все это есть в этой игре Ну и также это теперь на мобилке есть, на андроиде есть Также на вестлете, ребят, вы можете скачать по ссылке в описании Если хотите сами все это дело попробовать, потестить и так далее Хочешь приобрести игровую валюту по низким ценам? Тогда тебе на наш сайт Здесь ты сможешь приобрести игровую валюту по таким мобильным играм, как Стэнд оф 2, Клэш оф Клэнс, Клэш Рояль, Браул Старс, Пап Мобайл, Фри Файр Также ты можешь купить крутые аккаунты по этим играм Обязательно заходи по ссылке в описании и забери свой топовый аккаунт Давайте немного поговорим про графику в этой игре Графика в этой игре есть И довольно неплохая, учитывая, что это игра на мобилке Я играл на андроиде, не знаю как на ОС, но я думаю там особо тоже не должно сильно отличаться от андроида В принципе здесь довольно все неплохо прорисовано В плане там какой-нибудь травы, каких-нибудь там линий, допустим забора и так далее Это довольно все неплохо сделано Это мне в принципе нравится Но все-таки не могу сказать, что она прям идеальная Как говорится, бывало и лучше, видели и лучше Поэтому я ставлю оценку достаточно высокую 80 баллов я ставлю оценку графики этой игры Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, какую оценку вы сами ставите по графике этой игре Также в конце видео я подведу, так сказать, итоги и общую оценку поставим Далее у нас идет геймплей, насколько он хорош или нет Давайте об этом тоже немножечко поговорим Здесь геймплей, как говорится, не самый удобный Потому что все-таки это шутер, здесь нужно бегать И это мобильная игра Это сделано, естественно, здесь, как обычно, не очень-то удобно Здесь есть автоприцельное Что, в принципе, наверное, необходимо на мобильных играх в таком жанре Где нужно бегать, где нужно стрелять То есть такой динамичный шутер Все как бы это есть, присутствует в этой игре Но управлять, наверное, не самая удобная здесь вещь Но, тем не менее, не самая плохая Далеко, ребят, не самая плохая Потому что здесь есть автоприцеливание Оно реально хорошо достаточно справляется Плюс вы можете нажать вот эту вот замечательную штуку Которая, как видите, как прицел И тогда уже более точно стрелять И это хорошо, друзья, это хорошо В принципе, можно достаточно точно стрелять При всем при этом Ты особо не целишься Грубо говоря, просто наводишь И он где-то около того начинает стрелять То есть автоприцел здесь не прям супер имбовый То есть, грубо говоря, это не как какой-нибудь чит к эски на прицеливание Но здесь довольно все неплохо работает Здесь также есть автострельба Что, в принципе, как раз таки с автоприцеливанием Хотя автоприцеливание это, на самом деле, я очень натужно называю Потому что, по сути, ты все равно как бы сам пытаешься Около того навести на какого-нибудь игрока И потом сразу же без твоих действий Автомат у нашего человечка, у нашего игрока Начинает сам по себе стрелять В принципе, это достаточно удобно Тем более, что это мобильная игрушка И как бы здесь сной смысл попробовать попасть А это как раз таки вот эта система, которая сделана в этой игре То есть, это прицеливание Ну, такое, знаете, более-менее удобное для мобильной игры В отличие от каких-то других игр Ну и, конечно же, автострельба Это прям вообще имба, как мне кажется Это прям хорошо И в целом вместе это смотрится неплохо Поэтому по геймплею я, наверное, поставлю все-таки 7 из 10 Это довольно высокая оценка для меня Как человека, который не очень любит игры в таком жанре Конкретно на мобильных играх Ну, то есть, какие-то мобильные игры Я все-таки такие игры люблю играть на ПК Намного удобнее там играть на ПК Это клавиатура, мышка, вот мой сетап Что удивительно, я победил сразу же в первой катке Я не знаю, возможно, я бился против ботов Возможно, нет Не знаю, честно говоря Не совсем как-то понятно было мне Но, тем не менее, я даже стал MVP MVP первого же матча Это круто, это приятно, как минимум То есть, возможно, как раз-таки игра такая Знаете, сначала тебе дело что-то самое простое Либо самых каких-то простых чуваков Ну, то есть, я имею в виду реальных подставляет А потом, возможно, уже каких-то более жестких И это приятно, честно говоря Это заставляет еще одну катку как минимум сыграть И это круто Это прям лайк за это Далее, давайте поговорим про физику Физика в этой игре как бы тоже присутствует Но я не могу сказать, что она прям вау-крутая Опять же, мы понимаем, что это мобильная игрушка И, конечно же, здесь не может быть какой-то супер-классной, адекватной физики Нифига подобного, я видел игры с более крутой физикой Здесь она как бы есть И она здесь как бы неплохая По крайней мере, каких-то больших Таких существенных багов я не замечал Поэтому, ну, как бы окей 6 из 10, пожалуй, я поставлю за физику в этой игре Это не так уж и плохо Но она вообще и как не впечатляет меня Совершенно Опять же, я подчеркиваю, что это мобильная игрушка Я понимаю, когда в нее играю Далее, друзья, достаточно необычная характеристика Но для меня это очень важно Это саунд-дизайн Расскажу немножечко, что такое саунд-дизайн Для тех, кто совсем в танке Саунд-дизайн это такая вещь, которая позволяет Более четко понимать, скажем так В том числе, игру или фильмы Создавать настроение Это, например, всякие вот эти вот Дополнительные звуки При клике на какую-нибудь кнопку При вообще, в целом Такую атмосферу создает Это различные звуковые эффекты Которые создают атмосферу игры или фильма Саунд-дизайн, в принципе, и там, и там присутствует Мы говорим конкретно про колду Здесь какой саунд-дизайн Здесь, на самом деле, очень даже приличный саунд-дизайн Я сразу говорю оценку Это 8 и 10 Это высокая оценка, ребята Это реально высокая оценка Особенно учитывая, что это все-таки мобильная игрушка Здесь саунд-дизайн, наверное, один из самых-самых хороших Которые, по крайней мере, я играл Здесь он классный, правда Здесь много всяких вот этих вот шништяков Особенно, если ты играешь в наушниках То, слушайте, это прям круто Это прям круто, ребят, советую Если вы еще не играли в наушниках в эту игру То советуем поиграть, как раз таки, в наушниках То есть вы можете чувствовать, ощущать Там слева-справа стреляют Это очень круто Такой, знаете, объемный 360 звук Это классно Это реально самая крутая вещь в этой игре Которую я заметил Это саунд-дизайн 80 Идем дальше Ну, в принципе, эта игра условно бесплатная Но, конечно же, здесь есть донат Здесь есть королевская битва Здесь, соответственно, можно всякие скины покупать Всю эту хрень, как говорится Но это кому, насколько нужно Кому надо и так далее В принципе, донат особо не влияет на баланс сил в этой игре Насколько я понял Хотя, играл я не так много в эту игру Но вроде бы нет Если я ошибаюсь Ребята, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях Если не ошибаюсь Тоже напишите об этом в комментариях Макс, ты прав Давайте еще немножечко поговорим про музыку Какая же здесь музыка в игре Ну, вообще, музыку я заметил, что она есть в менюшке В принципе, сейчас музыку почти в каждую игру кидает Особенно в менюшку Я считаю, что нужно отдельно разговаривать про саунд-дизайн и музыку Потому что это несколько разные вещи Музыка, но это просто какие-то там саунд-треки, грубо говоря, к игре Вот о чем я имею в виду А саунд-дизайн это звуковая атмосфера, звуковые эффекты для игры Итак, музыка Музыка здесь присутствует в менюшке Но она какая-то такая достаточно вяленькая И хочется такую какую-то бодрую, более бодрую музычку Возможно, со словами То есть мы могли бы здесь, как говорится, и потратиться И там авторские права В общем, все арендовать, купить или и так далее Но, к сожалению, этого я не заметил Возможно, нужно дольше играть Возможно, нужно новый уровень получать Хотя это маловероятно Но, тем не менее, в плане музыки она как бы есть И учитывая, что в мобильных игрушках редко бывает классная музыка Хотя бывает, допустим, тот же NFS взять Там хорошая музыка, достаточно хорошая музыка Поэтому я ставлю здесь достаточно щедрую оценку по музыке Это 6 из 10 Не знаю, ребят, как вам Опять же, пишите в комментариях И давайте уже подведем какие-то итоговые результаты Итоговую оценку поставим Игре по всем вот этим оценкам, которые я ставил Итак, друзья, эта игра набирает 35 баллов Из 50 возможных По моему личному рейтингу По моему личному суждению Много или мало Я, ребят, пока это не знаю Потому что это первый подобный обзор Надеюсь, вам понравился Если так, то почему бы не поставить лайк Друзья, обязательно расскажите Колокольчик Нажмите Также обязательно пишите Ваше мнение по поводу этой игры И какую оценку вы можете поставить этой игре То есть вот я собрал, скажем так Просто просуммировал на самом деле Оценки, которые я выставлял За 5 критерий Это графика, геймплей, физика, саунд дизайн и музыка И получилось у нас 35 баллов Из 50 возможных Обязательно, ребят, смотрите мои прошлые ролики Вот они появились в аннотациях В конечных заставках В общем, смотрите Также, ребят, можете скачать, в принципе, эту игру Либо на iOS, либо на Android Ссылки есть в описании Также, ребят, подписывайтесь на мой новый инстаграм Также, ребят, заходите в мой магазин Принтов на одежду Ссылка есть в описании С вами был Макс Шубин Всем удачи, всем пока!